Доброй ночи! События среды 9 июля в новостях на БТБ в студии Оксана Гуцайт. Пакет реанимационных реформ представили президента Украины Петру Порошенко, активисты гражданской платформы «Новая страна». Они отметили прежде всего необходимость реформ в судебной, экономической, кадровой и системе государственных закупок. Подробности в сюжете Юлия Боднарь. Открытый диалог власти и общественных реформаторских движений назревал в Украине давно. События последних десятилетий заставили граждан понять, что они могут участвовать в судьбе своей страны. Новый президент понимает, насколько важно украинцам после долгого молчания быть услышанными. Именно поэтому приветствует публичное обсуждение реанимационных реформ. Смена власти – это не результат. Это лишь средство для того, чтобы мы имели возможность проводить реформы. Я хотел бы вас заверить, что у президента и его команды есть политическая воля для проведения реформ. Мы должны совместно создать наше общее видение будущего Украины. Путь развития Украины активисты и Петр Порошенко видят одинаково. В необходимости реформ по борьбе с коррупцией, упрощением ведения бизнеса и грамотную кадровую политику. Основное внимание определяют экономической стратегии. Перед собой ставить непростую задачу – увеличить уровень ВВП на душу населения в три раза. Этого можно достичь при грамотной политике, направленной на повышение конкурентноспособности экономики, говорят эксперты. Мы говорим о том, что условия должны быть равными, но должна быть политика конкурентноспособности, то есть поддержки наших конкурентных преимуществ. Для этого в первую очередь нужна защита прав собственности. Это наибольшая проблема, которая сегодня есть в Украине. Президент планирует также реформировать и судебную систему. Активисты предлагают полностью обновить судейский состав и отказаться от назначения судей Верховной Радой и президентом. Таким образом, можно будет искоренить коррупцию и приблизиться к европейским стандартам. Главное при этом оставаться единой нацией. Я абсолютно убежден, когда мы объединены идеей и нацией, мы умеем преодолевать все препятствия, в том числе и на пути реформ. Что нам для этого нужно? Единство. Мы должны быть вместе. Юлия Боднарь, Тарасчка, БТБ. Президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил дальнейшие шаги по деэскалации ситуации на Донбассе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Ландом. Украинский лидер подчеркнул, что члены трехсторонней контактной группы открыты для обсуждения различных вариантов места и времени следующего заседания, но другая сторона не демонстрирует такой готовности. Петр Порошенко также отметил, что Украина ценит усилия и поддержку Франции и Германии в вопросе мирного урегулирования ситуации в стране. Глава государства поручил Генеральной прокуратуре и Министерству иностранных дел разобраться в ситуации с украинской летчицей Надеждой Савченко и поспособствовать ее скорейшему освобождению. Ранее МИД Украины выразил решительный и категорический протест в связи с незаконным вывозом Надежды Савченко в Россию. Украина решительно протестует в связи с противоправными действиями российской стороны и требует безотлагательного предоставления украинским официальным представителям полной и исчерпывающей информации об обстоятельствах вывоза Надежды Савченко в Россию и объективного расследования этого факта, наказания виновных и немедленного допуска к гражданке Украины украинского консула, освобождение ее из-под стражи и возвращение на родину. Напомню, украинская летчица принимала участие в антитеррористической операции, как доброволец и попала в плен к боевикам возле города Счастья под Луганском в середине июня. В России ей инкриминируют убийства российских журналистов. Сейчас Надежда Савченко находится в Воронеже в изоляторе. Как заявили в Следственном комитете России, украинская летчица якобы попала на территорию России под видом беженки и при проверке документов была задержана для установления личности. Суд постановил оставить женщину под арестом до 30 августа включительно. Сама же Надежда Савченко протестовала это решение. Завтра суд в закрытом режиме рассмотрит ее апелляцию. Возле аэропорта Луганск авиационным ударом уничтожены два танка и установка ГРАД, принадлежащих террористам. Об этом сообщает руководитель группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук. В результате авиаатаки боевики понесли существенные потери. Никто из украинских военнослужащих не пострадал. Между тем, за последние сутки в приграничные районы России, близ границы с Украиной, в дополнение к ранее сконцентрированным там российским войскам, переброшены две батальонные тактические группы на Черниговском и Харьковском направлениях. Президент Украины Петр Порошенко намерен увеличить объемы производства собственного оружия для обеспечения нужд военнослужащих, в связи с чем будут подготовлены изменения в государственный оборонный заказ, где в полной мере используют опыт, полученный украинскими военными во время боевых действий на востоке Украины. Не будет больше расходования миллиардов народных средств налогоплательщиков на никому не нужные научные программы, служившие элементом разворовывания. Сегодня будет загружено украинское производство, система высокоточного оружия, украинские беспилотники. Все отечественное, начиная от бронежилетов, заканчивая тепловизорами. Все то, чего не хватало нашим военным. Украинская армия может воевать мобильно, эффективно и профессионально. Официальный Киев не будет вести переговоры с представителями так называемых Луганской и Донецкой народных республик. По словам замглавы администрации президента Валерия Чалова, ни о каких официальных переговорах с террористами речь не идет. Это недопустимо. Однако контактная группа при участии представителей АБСЕ, посла Российской Федерации Михаила Зурабова и второго президента Украины Леонида Кучмы готова и далее проводить консультации. Наша страна сделала все возможное для мирного разрешения ситуации в ее восточных регионах и эту инициативу поддерживает вся Европа. Инициативы президента, касающиеся реализации его мирного плана, социальные проекты по гарантиям прав жителей всей Украины, проекты из конституционной реформы, одобрительно поддерживаются сегодня в Совете Европы и в Евросоюзе. Кабмин выделит 32 миллиона гривен на компенсации семьям погибших военнослужащих в ходе проведения антитеррористической операции. Такая помощь будет выплачиваться единоразово в размере 609 тысяч гривен. Кабмин также принял ряд важнейших решений, необходимых для восстановления жизнезабеспечения восточных регионов. Детали в сюжете наших журналистов. В Кабмине решают, где взять средства на восстановление разрушенных городов Донецкой и Луганской областей. Премьер Арсений Яценюк отметил, что государство будет просить помощи у международных доноров, поскольку сумма для бюджета неподъемная. Что касается в целом возобновления инфраструктуры, сегодня министерство дали мне примерный объем средств. Да так, что я, знаете, холодным потом покрылся. Общая сумма по первым подсчетам министерств на сегодняшний день на восстановление инфраструктуры в Донецке и Луганске составляет 8,1 миллиарда гривен. Тем не менее, уже сейчас активно идут работы по восстановлению инфраструктурных объектов в освобожденных от террористов городах. Возобновили около 40, рапортует глава Мининфраструктуры. Мы просмотрели все мостовые переходы. На работы возобновятся, как только пройдет процесс разминирования. Для этого сегодня сформирована группа нашей специальной службы транспорта, которая будет заниматься разминированием наших мостовых переходов. По словам главы Минэнерго, продолжается также восстановление энергоснабжения. В городе Славянск идет восстановление подстанций, расположенных в центре города. Мы планируем, что полное восстановление электроснабжения в городе будет осуществлено в течение 10 дней. Люди из районов проведения АТО уже могут получать социальные выплаты. Ведь за время деятельности террористов долг составил 251 миллион гривен. Мы возобновили выплату и пенсии, и социальных выплат. Славянск и Краматорск уже полностью профинансированы. В городе мы сейчас работаем со счетбанком и с Укрпочтой. Совершаем доставку всех этих пенсионных выплат. А вот восстановить посевы и аграрные угодья уже не удастся. Поэтому государство обещает обеспечить фермеров рабочими местами в предприятиях МинАПК. Впрочем, премьер обещает, в беде никого не оставят. Возвращайтесь назад. Возвращайтесь в свои города. Центральная власть всем, чем нужно, помогает и делает все, что может, несмотря на неимоверные трудности в стране. Мы сейчас находим ресурс для того, чтобы помогать Донбассу. Возвращайтесь в свои родные дома. Становитесь вместе и будем отстраивать после террористов Луганск и Донецк. Виктория Попович, Наталья Пругер, Андрей Коваль, Александр Котельников, БТБ. Германия выделит на гуманитарную помощь Украине 3,5 миллиона евро. О таком решении объявил глава немецкого МИД Франк Вальтерштан Майер. Эти средства пойдут на поддержку населения наиболее пострадавших районов юго-востока Украины, в том числе жителей Славянска и Краматорска, а также переселенцев из Крыма и зон боевых действий. Надо показать, что жители восточной Украины, где гуманитарная ситуация остается тревожной, нам не безразличны, подчеркнули в МИДе Германии. Правительство лишило экс-чиновников льгот и надбавок к пенсиям. Об этом заявил министр Кабинета министра Вастам Семирак. По его словам, граждане не должны содержать бывших, нынешних и будущих чиновников. Поэтому целый ряд постановлений предыдущих правительств, позволяющих госслужащим высокого ранга и их семьям получать бесплатное медицинское, санаторно-курортное лечение, отменены. Ликвидированы также льготы касательно проживания в объектах госуправдилами, а также единоразовые и систематические выплаты экс-госслужащим за добросовестный труд и непрерывный стаж работы. Мы лишили армию бывших бюрократов надбавок, которые делали их пенсии значительно выше пенсии рядовых граждан. Больше никаких надбавок не будет. Постановление будет подписано сегодня и вступит в силу немедленно. Генпрокурор Виталий Ярема требует от митингующих немедленно освободить центральную часть Киева и разблокировать захваченное здание. По его словам, если это требование не будет выполнено, виновных привлекут к уголовной ответственности. Виталий Ярема не исключает и силовой вариант, если активисты окажут вооруженное сопротивление правоохранителям. Генпрокурор также проинформировал, что с конца февраля на территории Майдана было совершено 158 преступлений, из них 4 со смертельным исходом. Напомню, до сих пор заблокированы 19 административных зданий. Я инициирую обращение к министру внутренних дел Украины и главе службы безопасности Украины с целью принять безотлагательные меры для восстановления правопорядка в центральной части нашей столицы. Требую немедленно освободить захваченные помещения, поскольку в таких действиях есть состав преступления, наказание за которое предусмотрено уголовным кодексом. Мы должны общаться и сделать так, чтобы люди ушли. Я уверен, силовой разгон Майдана может быть только крайним шагом. Не рассматриваю этого и никогда не рассматривал. Убеждения и общение, и результаты уже есть. Большая часть самообороны Майдана сейчас переселяется в Киевскую крепость, где мы выделили им место для проживания. Новые троллейбусы, автомагистраль с выходом на Дарницкий мост, скоростной рельсовый транспорт, строящины на правый берег и новые дороги. Все это ожидает украинскую столицу в ближайшем будущем. Так обещает киевский городской голова Виталий Кличко. Какие еще приоритеты определил столичный градоначальник в своей программе? Смотрите дальше. Нет коррупции. Этот пункт в списке планов главы Киева на первом месте. По словам Виталия Кличко, если не истребить эту порочную практику, позитивных изменений не произойдет. Вторым пунктом в списке мэра – прозрачность бюджета. Он убежден, каждый киевлянин должен знать, за что он платит налоги. Прозрачность, внедрение программы «Прозрачный бюджет», прозрачные закупки, каждая бюджетная гривна должна быть под контролем киевлян. Коррупция боится прозрачности. И это ключевой шаг, которым мы сможем разрушить ее. А для того, чтобы все могли следить за распределением городского бюджета, режим онлайн. Кличко пообещал, интернет-представительства киевской власти в скором времени модернизируют. И киевляне увидят финансовые документы и отчеты. Пункт третий – привлечение инвестиций в столицу. Для этого уже осенью городская власть планирует провести международный инвестиционный форум. Мы должны привлечь инвесторов со всего мира и открыть Киев, сделать его инвестиционно привлекательным. Для того, чтобы выполнить пункт номер четыре – безопасность и комфорт – городской глава планирует улучшить экологию столицы. Так, путем привлечения инвесторов городская власть запустит строительство заводов при очистке воды. Помимо этого, в скором времени оптимизируют схемы движения общественного транспорта. В городе отремонтируют дороги, появятся велодорожки, а в парках и зеленых зонах проведут реконструкцию. И все это в тесном сотрудничестве с горожанами, чтобы совместными усилиями превратить Киев в настоящую европейскую столицу. Я призываю каждого из вас принимать активное участие. Призываю каждого из киевлян быть социально активным. И эти очень непростые времена мы можем пройти достойно, только объединив наши усилия. Только вместе мы сможем решить эти проблемы. Ольга Теребинская, Андрей Яковенко, БТБ. О каких проблемах вы узнаете в четверг, 10 июля в наших новостях. Смотрите прямо сейчас. Я же с вами прощаюсь. Спокойной ночи и до встречи. Российский суд рассмотрит апелляцию украинской летчицы Надежды Савченко, арестованной в Воронеже. Ее обвиняют в причастности к убийству российских журналистов. На Житомирском бронетанковом заводе покажут, как ремонтируют поврежденную во время антитеррористической операции военную технику. Вынужденные переселенцы в Украине. Как ускорить оформление личных документов? Наши журналисты готовят специальный репортаж.